В Могилёве створили IT-лабораторию для будущих программистов. Проект реализовывает Могилёвское агентство развития, совместно с Белорусско-Российским университетом. На мыте рыхтовают специалистов, которые в будущем створят властные IT-компании на территории области. Сгодна статистики экспорт IT-послух белорусскими компаниями за последние 10-ти годы, взрослых 50 разов. Наталья – студентка юридичного факультета Могилёвского державного университета. Кажа, за два месяца навучання на IT-курсах незнайомая мова программавання стала заразумелой. Разом с гэтым змянились и планы на будущее. Стать тестировщиком программного обеспечения. Пройсти на курсы можа кожный, незалежно от взрослого и эдукации. Уже створены две группы. Тут не только выучают основы программавання, але и знайомятся с учащими бизнес-моделями в области IT-технологий. В идеале задача этого проекта – с тем, чтобы в городе Могилёве стало дополнительное количество людей, которые могут писать компьютерный код, могут создавать программный продукт, владеют технологией, как на этом зарабатывать, а не просто работать по найму где-то на фирмах. И таким образом создавались дополнительные фирмы, которые со временем будут населять инкубатор малопредпринимательства для IT-сферы, которую мы сейчас ремонтируем и делаем, и становиться новыми резидентами парка высоких технологий. Эдукационную программу распроцовывали с уликом потребований у буйных IT-компаний Могилёвщины, что повеличивает шансы наученцев на працу лоткования. Надо четко понимать, что сейчас в Беларуси ни одна IT-компания не берет людей без тестов. Получается очень логичная схема. IT-компании платят какие-то деньги и, естественно, выдвигают требования. То есть теперь мы готовим людей под их потребности. По прогнозам специалистов, в будущем мова программования станет настолько необходимой, как мова замежная. До речи, IT-шники на 8-м месте сусветного рейтинга по узровню заработку.